Так, ассаламу алейкум, в прошлом эфире в чате. Рамазан Рабаданов спрашивал, что нужно сделать, чтобы ты присоединился к Кадырову ради единства Кавказа. Почему у людей возникают такие тупые вопросы, они реально не понимают. То, что у Кадырова есть русский брат, это позор ему. И вообще в Чечне об этом народ широко знает. Это широко знают об этом, это известно. Томсо, ассаламу алейкум. Тебе самому не надоело жить так без семьи вдали от дома и быть мужчиной за несколько тысяч километров от дома? Рамзан достойный человек, при Ичкерии была и наркота, и кайфа, и водка. Ну, алейкум ассалям. Начнем, значит, с того, что мне надоело ли мне жить вдали от семьи. Я не живу вдали от семьи. Хвала Аллаху, моя семья со мной, моя семья, все мои близкие, то есть жена, дети, брат, его семья, мать, мы все вместе выехали. Поэтому все люди, которые относятся к моей семье, то есть мои ближайшие, они все со мной. Скучаю ли я по другим своим родственникам, которые не из числа семьи, но тоже близкие мои родственники, да, скучаю. Но надоело ли мне жить так без семьи? Ну, не знаю, я об этом не думал, я не могу сказать, что мне это надоело. Я не могу сказать, что мне бы не хотелось видеть своих родственников, да, хотелось бы. Но есть причины, по которым это сейчас невозможно. И нет какого-то стресса по этому поводу, вот какого-то причитания, что я там сижу и грущу, что какие-то моменты на меня прям тоска нападает, я такой берусь за голову, эх, вот сейчас бы. Но нет такого, мы живем полноценной, нормальной жизнью. Здесь, за границей, огромное количество чеченцев, целая диаспора уже образовалась. Мы ездим друг к другу, посещаем, гости там, какие-то мероприятия проводим, встречаемся, общаемся. Сейчас есть возможность общаться по сети. То есть нет такого, что мы здесь в каком-то депресснике находимся, прям скучаем. Ну, если появится возможность вернуться домой, ну, хвала Аллаху, это хорошо. Если не появится, вот как-то сильно по этому поводу стрессовать мы не будем. Дети, которые практически, некоторые здесь родились, некоторые выросли здесь, для них это вообще не проблема. Они, для них считайте, родиной стали эти страны, они здесь выросли, у них здесь круг общения, друзья. То есть для них это еще легче. Поэтому не нужно думать о чеченцах, находящихся в Европе, что здесь прям все такие в таком стрессе, в таком паническом, паникшем состоянии находятся. Неправда. Мы здесь абсолютно нормально, полноценно живем. Здесь люди учатся, работают. Есть немалое количество талантливых людей. Кто-то там своими руками что-то делает, кто-то своими мозгами. Вполне успешные люди из числа чеченцев не бедствуют. Поэтому жить за пределами республики, это тоже неплохо на самом деле. Другое дело, конечно, иметь возможность ездить домой и возвращаться, это, конечно, благо. Однако, если у тебя этого нет, хвала Аллаху в любом положении. Что касается быть мужчиной за несколько тысяч километров от дома, мужчина, он остается мужчиной, где бы он ни был. Будем он дома, будем за несколько тысяч, главное оставаться мужчиной. А вот человек, которого ты привел в пример, как достойного Рамзан Кадыров, к сожалению, он не является мужчиной ни у себя дома, ни за пределами этого дома, ни в пределах своей резиденции. Он нигде не является полноценным мужчиной в таком глубоком понимании этого слова. Да, это, конечно, особь мужского пола, но если мы говорим именно о достоинстве, о мужчине, о благих качествах мужчины, каким должен быть благой мужчина, то он таким таковым, конечно же, не является. Лучше найди себе другого человека, посмотри реально на достойных людей, их немало. Виктор Смирнов, Тумсо, очень давно смотрю тебя, ты, пожалуй, тот человек, который открыл мне глаза на то, что происходит в Чечне. Хотел спросить, как поживает ваша политическая партия и какую функцию в ней выполняешь? Я пока еще остаюсь председателем этой политической партии, пока мы ведем работу над некоторыми проектами, не публичную пока, которые мы планируем в дальнейшем представить публике. Пока это все, что я могу сказать. Так, ассалам алейкум, в прошлом эфире в чате Рамазан Рабаданов спрашивал, что нужно сделать, чтобы ты присоединился к Кадырову ради единства Кавказа. Почему у людей возникают такие тупые вопросы, они реально не понимают? Алейкум ассалам. Но кто-то, может быть, реально не понимает. Кто-то, может быть, в таком формате хотел бы видеть это единство, что мы все возьмемся за руки, там, Кадыров, Меликов, я, Хасан Халитов, там, мы вместе все и будем такие едины. Но понятно же, что этого никогда не будет, и хвала Аллаху, что этого не будет и быть не должно. Кто-то, кроме как в том случае, если они, конечно же, покаяются, и, опять-таки, даже покаявшись, эти люди не могут там быть где-то наверхах, слишком много преступлений за ними. Вот, с другой стороны, единство Кавказа, это, конечно, важная вещь, нужная вещь, но у нас сейчас проблема в отсутствии этого единства даже внутри, не то, что народа, об этом сейчас даже говорить не приходится. Сейчас даже те, кто вроде бы противостоят российской оккупации, даже среди этих сил в одном народе, в нашем, нет этого единства. И, к сожалению, с некоторыми политическими силами, деятелями с этой стороны, этого единства тоже быть уже и не может. То есть, вот это, конечно, плохо. И в этом плане мы сделали регресс за эти несколько лет, даже то, что было, то единство или какая-то мнимая консолидация, которая была недавно, даже ее, к сожалению, не стало, благодаря действиям, словам некоторых людей. Поэтому, в целом, конечно, мы в очень плохом положении. Но, с другой стороны, мы, видимо, проходим через это все, чтобы понять, это как-то коллективный разум должен это принять, что это положение мы имеем, потому что мы должны себя исправить. Понимаете? Не один я там должен это понять, это коллективно, все должны к этому прийти, что, значит, мы имеем то, что мы имеем только потому, что это то, что заслужили наши руки, то, что мы заслужили своими руками. Мы должны понять, осознать, что мы должны сами себя исправить, и только тогда Аллах исправит наше положение. И, соответственно, для того, чтобы это понять, видимо, нужно пройти сначала по вот этому вот разладу. То, что у Кадырова есть русский брат, это позор ему, и вообще в Чечне об этом народ широко знает. Это широко знают об этом, это известно. Так как это же освещалось даже, они как-то публично это сделали, что якобы вот Ахмат Кадыров усыновил русского мальчика из селения Первомайское. И после этого он там занимает какие-то должности, там, помпезная свадьба, это все было. Как бы это известный факт. Как это коррелируется с исламом, с тем, что в исламе нельзя вот это усыновление, давать человеку свою фамилию, там, чтобы он назывался сыном отца, который не является его отцом на самом деле. В исламе это запрещенная вещь. То есть можно брать опекунство над человеком, но нельзя давать ему свою фамилию, называть его своим реальным сыном, это запрещено. Но видите, такой вот удивительный, чудесный регион. Как там сказал Кадыров, помните? Если ты захочешь сделать харамное халяльным, то это становится халяльным, а если захочешь сделать халяльное халяльным, то это станет халяльным. Видимо, этот принцип работает и во всем муфтияте. Ни разу не слышал, чтобы муфтият это как-то прокомментировал, чтобы они указали на недопустимость. Ни разу. Субтитры создавал DimaTorzok